здравствуйте этот уровень нас встречает изображением ховера и это неспроста потому что мы его здесь будем использовать но перед этим давайте сходим вот сюда вот заглянем вот за этот камешек и возьмем секретный супер ущерб который здесь будет весьма кстати вы же скучали по шарикам да и по клоунам скорее всего скучали это оружие но не знаю как вы а я больше всего скучал по минигану и да миниган супер ущербом это прям это красиво этот секрет позволяет нам просто без проблем зачистить всю эту территорию скашивая все что движется даже очень большое они уже близко так вроде все пока что интересно так еще раз надо что-то еще больше я скучаю по собственной меткости да и возраст геймпада уже дает знать стики не такие плавные как хотелось бы но ничего это дело поправимое не менее вот наш ховер вот этот и мы можем заметить что у него несколько другая форма атаки чем у того что было предыдущем уровне и здесь нам это понадобится он стреляет более быстро не знаю насколько более мощно но явно более быстро и даже чуть-чуть доводится до цели сам по себе что поможет против летающих твари которых здесь миллиард особенно самолетиков вот этих вот дурацких так я тебя достану сейчас или не достану ладно но и также на снаряды не влияют неровности земли за тоже очень хорошо то есть это скажем так бескомпромиссная модель хой о я достал его все-таки это скажем так бескомпромиссная модель ховера в этом плане с него довольно приятно стрелять что очень важно для этого уровня потому что это просто нон-стоп-экшен на транспорте как некоторые уровни в хейло например мне почему-то напоминает именно эту игру не менее вот прорвав вот эту вот стенку мы сможем найти здесь секретное сердечко давайте возьмем как-то не я его застрелил он походу а провод ударился беднежка здесь нас ждет уже новенький ховер но пока мы его оставим нам еще эту добивать как и так так боевая музыка здесь практически не останавливается потому что ну уровень действительно просто едешь напрямик валишься что движется довольно весело здесь сейчас за камешком мы заберем последний секрет это дополнительная жизнь а на заднем плане все моя считайте летающие острова бы это значило так мы получаем уже новый ховер но его мы оставим я объясню чуть больше зачем сначала пойдем этот каньон после него мы тоже получим ховер но нам важно охранить как можно больше брони у него можно больше прочности потому что последний бой может быть довольно сложно возможно себе тоже летучки уничтожать ну а тут вроде все ладно мы его потом достанем зараза попал так вот новый ховер но мы его также сохраним потому что этот нам скорее нас скорее всего потреблют вот этот бой перед диснеевским замком довольно довольно люто может быть я конечно постараюсь все сделать с одним ховером но ничего не обещаю потому что нахватать здесь можно вот эти вот летучки честно говоря как мухи знаете вроде вреда от них и немного раздражают ужас а да кстати сзади еще биомехами иногда прессуют что довольно гадко но это держит этот бой в хорошем тонусе то есть не просто стреляем в одну калитку иногда нужно разворачиваться приоритизировать цели и так далее правильное время выбирать чтобы развернуться и отправить биомеха сзади туда откуда он пришел нахватывать ткань нахватывать обороты нахватывается гадко мало и нахватываться шаг лопатываться Уже открылся портал Секундочку Уже открылся вот этот портал Большой фиолетовый Из которого вылезет гигантский-гигантский монстр Состояние нашего корабля уже близится к критическому К сожалению О, а вот и здоровяк появился Упс Так, пересаживаемся быстренько А, его уже немножко потрепали перекрестным огнем, но ничего страшного нам должно хватить Концентрируем огонь на этом здоровяке Отлично Осталось только зачистить территорию Еще боков посылают Ничего страшного Ну и все, осталось только самолетики сбить Проще это сделать, наверное, вот так Отлично Или этот Эх Не дотянулся Ладно, он сейчас на второй круг пойдет Так Зацепил Отлично Ну и музыка наконец-то успокоилась И мы с девятью жизнями и кошачьей грацией Идем к концу Уровня Уровень отличный на самом деле Прямолинеен полон экшен И пусть и на транспорте Но Бои здесь такие, что они Прям Какие это, принуждают Желать транспорт В этих боях, особенно последний Можно, конечно, без него попробовать Я даже когда-то пробовал И вроде как-то даже добивался успеха Ну так, просто по приколу Но Зачем Этот уровень был спроектирован Именно для транспорта Именно просто Прямолинейно На скорости Проноситься Уничтожать всех И Пробить дорогу к замку Куда нам и нужно Сюжет у игры Ну и Я уже, как говорил Это мне Напоминает некоторые уровни В Хейло Где Тоже были перерывы Между обычной стрельбой И Поездками на транспорте Все Вообще эти вещи Очень здорово Разнообразит игру И Их не так-то и много На самом-то деле Но Мне и не нравятся Следующие уровни Тем не менее Будут уже Более В более классическом стиле Поэтому да Не терпится поиграть вниз В них А вам спасибо за просмотр И Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому